Смотрите, какие у нас есть запасы, на голодный год, я зашел, там нас троили, нагородили, я прямо ошибаюсь. Я говорю, Андрюха уже два раза приезжал, приезжал, уже на... Сейчас только что с баньки мы пришли, снимаю здесь не все, я вам, ну только какие-то такие моменты. Что-то все как-то в кучу-кучу, и поэтому не получается отснять. Титома мне моя крестная кулек подарила к Новому году, знаете, звучит немножко по-детски, но у меня это связано с такими вот сильными эмоциями в детстве, я очень люблю именно сладкие кульки получать. Мы раньше были ограничены в средствах, в деньгах, да и, в принципе, родители постоянно на что-то экономили, на что-то собирали деньги, и какие-то сладости были только лишь в празднике. И родители готовили, как-то не особо могли себе позволить именно в течение года, но это если взять такие советские времена, и готовили нам подарки, подарочные кульки, такие хорошие, причем с шоколадками, тогда еще помню, не знаю, застали в те времена, вот кто моего возраста вспомнит, шоколадки такие ли он были. И они собирали всякие вкусности, всякие вот эти вот шоколадки, которые были всех видов, абсолютно всех видов, которые Твикс, Марс, Никерс, Баунти, этот Леон, Киткат. И для нас была такая большая очень радость, что именно получить на Новый год кулек хороших конфеток, хорошего шоколада. И вот зная это, родители всегда обычно именно к Новому году делают мне сладкий подарок, мама сама собирает, то есть не готова и покупает, а именно собранные своими руками те конфеты, которые я люблю. А я люблю хорошие и дорогие конфеты. И Титому тоже в этот раз. Сейчас мы с вами посмотрим, что там она нам приготовила. Ну вот, собственно говоря, разные, очень вкусные конфетки, батончики. Продавилась, по-моему. Все эти вкусняшки. Завтра наступит Новый год, 31-е. И мама тоже нам приготовила какие-то сюрпризы, то есть я ей загадала, что я хочу. Ну, такие вот элементарные, обычные бытовые вещи, ничего сверхъестественного, потому что они мне все-таки пенсионеры и не могут себе позволить сделать какие-то дорогостоящие подарки. Но обязательно это будет сладкий кулек. Так что с нетерпением жду завтрашнего дня. А тут мама потихоньку накрывает на стол. У нас сегодня будут гости, крошку с квасом. И, кстати, я крошку с квасом я полюбила только когда приехала в Саратов. И то есть первый раз я ее не поняла, два раза заправляла, плевалась, но потом распробовала. И сейчас я не могу есть с водой. А до этого, когда я жила здесь, мы только с водой ее и ели. То есть воду кипяченую, там намешивали соль, кислоту. Какая вам кислота? Лимонную. Лимонную кислоту. А сейчас то же самое делаю, но с квасом и майонезом. Как это раньше я с водой ела, я не знаю, я сейчас ем с водой, мне кажется, она вообще не кокущая. Это грибочки собственного посола, огурцы тоже классные, мне нравится, как делают кислыми их по особому рецепту. Заливают холодной водой, да, мам? Да, в среднем стоит. Да. Очень-очень вкусные. Прям, я сейчас говорю, у меня слюнаш выделяется. Это грудинка, они тоже сами делают. Ну, вот все то, что я вам показываю, это такое деревенское, самое ручное такое, хендмейд. Вот, это грудинка, но они не покупали, мясо не свое, покупают и тоже в духовке делают. Я, по-моему, как-то показывала, да, у меня есть на канале видео, где я вам рассказывала, показывала, как мы это делаем. И капусту они сами солят ее, очень вкусная получается, с собой обязательно ее увезу. А тут у нас, смотрите, что. Ой, ужасно. Это у нас картошечка. Да, и тебе будет вкусняшка какая-то. Ты уже проголодался, что ли, у меня? Проголодался. Это курица, тоже куры, петухи, рубленые, рубленые, рубленое мясо. Они свои тоже выращенные, которые я вам показывала, мы покупали их, выращивали в инкубаторе. Вот, и вот они уже выросли. И родители готовят из них. Разные вкусности. Давай тренечку еще покажу. Кисенечка моя, ты моя маленькая кисенечка, зайка моя. Не надо их мыть. Вот, смотрите, а это яички, которые несут уже наши корочки. Просто они самые маленькие такие получились из всех тех, что они снимали. Похоже на голубиные, либо получается на перепелиные. Сейчас нормально яичко принесу, чтобы для... Вот. Да, это для сравнения, чтобы. И кушать хотят уже, да? Кисен, скажи, так кушать хочется. Так кушать хочется, скажи. Вот, смотрите, для сравнения. Это маленькие яички. Видите, как на глубинное, перепелиное похоже. Они такие малюсенькие-малюсенькие, а это такое обычное, стандартное яйцо. Вот. Занеслись куры, мама снимает по... Сколько, ты говоришь, яиц? Самое максимальное снимает. Хотя у нас большая семья, они на все у нас уйдут. Мы не продаем яйца, мы только вот для себя их. Вообще вкус у них невероятный. И он очень отличается от магазинных яиц. Вот я даже в... Желток нашла. Вчера мы ели окрошку, и желток нашла... Расключались вон. В окрошке. И настолько разница такая ощутимая между магазином и желтком. То есть я прям чувствую вкус яйца, вот этого желтка. Давно уже... Нет. Даже вот мы покупаем здесь у фермеров. Ну, не у фермеров, а те, кто курей свои держит, и все равно яйца не такие. Потому что родители у нас готовят, да, батя, еду? Прям такую очень вкусную для них. Сейчас я вам покажу. Как раз для них, да, по-моему? Вот, смотрите. Так люди не питаются некоторые. Как они им делают разные вкусняшки. Тут и свекла, и тыква. Желток сейчас желтейший, прям наезжелтейший. Я вам как-нибудь покажу. Ну, и они этим кормят им вареной едой. Что, не ест? Я несколько штук съел, и все. Нет, и в набор взять. Смотрите, у нас тут подарочки. Нам лежат под елочкой. Утр доброго. 31 декабря сейчас. Я только что встала. На часах 12. И нас уже здесь ждет Дед Мороз со Снегурочкой. Давайте посмотрим, что там. Что там вкусненького. Вкусненький чеснок у нас. Две шоколадки. И куча вкусных конфеток. Еще у нас следующий пакетик. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Клеенка. Я заказала маме клееночку на стол. У меня есть катерть от Фаберлик. Вот. Ну, отканевая. Мне не жалко на стол. Просто так. Ну, потому что будет там что-то проливаться. А сверху нужно будет положить что-то бесцветное. Вот такую вот клеенку она взяла. Причем она такая плотная, я смотрю. Хорошенькая. Хорошего качества. И стакан я попросила ее бокала под вино. Это у них такие вот. А, под шампанское. Успель, да. Шампанское я просила. Вилоси сделано в России. Кусевское стекло. Там еще какие мамы, говоришь, на выбор мне. А это обычные, да? Обычные. Без рисунка. Но вообще, по идее, я просто без рисунка хотела. Обычные белые бокалы. Обычные белые я хотела. Бокалы я стукнула. У них звон даже какой-то есть. У этих? Нет, если два стучишь. Дай. Да, какой-то такой своеобразный. Ну, вот так вот стукнуло их. И звон, говорит, такой. Что-то у тебя не звенит, шокол? Звенит, почему? Я боюсь сильнее, да у меня, дай бог, разобью. Ну, и все-таки. Это о чем говорит, если не звенят? Нет, звенят. Так, ладно, я сейчас буду делить конфеты, перебирать их из одного колька в другие, чтобы смотреть, что-то не было одинаковых. Чтобы я поела все конфеты, которые там попробовала. Так, там должны быть добыть яйца, по сути, за ним-то и пришли, за яйцами. Он, ты сможешь фотографировать, и вон сидит курочка. Фотографирую, я снимаю. Ну, вот из-под нее нужно как-то вытащить яйца. Видите, три штучки. Это мы три сняли яйца с утра, а сейчас у нас светят тепленькие они еще, только, наверное, курица слезла. Три с утра, сейчас три. И мы еще одна съемка. Ты мамуха, мамуха, мамулька, мамулька маленькая. Ну, давай посмотрим, что тут у тебя. Яичко его, ни одно есть. Тут даже два у нее есть. Тьфу, ой, мамуха сидит. Они клюются, когда у них яйца забираешь, поэтому нужно аккуратно забирать. Ну, не все, но клюют некоторые, некоторые не клюют. А шулов. Ну, да. Восемь ночи за день. И по вечерам они нет? И несутся, раз сидит, заснесется. Что-то. Умите, господи. Мы пришли на площадь, в городскую Жирновска. Для елкица. Сейчас будем фоткаться. На себя не перевожу, потому что меня не видно почти, когда я снимаю ночью на этот телефон. Никого вообще нету. Все сидят под домом, наверное, делают новогодние салаты. Там вот ЗАГС, там ЗАГС. Это, по-моему, администрация. Вот это вот тоже какое-то административное здание. А это дом культуры. Здесь обычно театральные представления. Ну, что такое проходит. В ТИР, по-моему, приезжал туда. Так что так, осталось до Нового года у нас. Сейчас время шесть, наверное, здесь по местному, потому что здесь московское время. Шесть. Шесть часов. Продолжение следует. Продолжение следует...